Районный центр продолжает благоустраиваться. В станице Северской появился новый тротуар по улице Энгельса. Его протяженность 1 километр, на отрезке от улицы Островского до Демьяна Бедного. Строительство стало возможным благодаря краевой программе по капитальному ремонту дорог и тротуаров. Сумма работ составила 2 миллиона 300 тысяч рублей. Работы начались с мая этого года. Как признаются жители улицы Энгельса, специально оборудованной пешеходной зоны здесь не было никогда. Начали делать тротуар. Что я скажу про него? Очень хороший, удобный. Особенно нам, старикам, чем выходить на дорогу, на велосипеде в основном ездил. Так лучше я вышел с калитки, раз на тротуарчик великом и поехал. Работы по укладке почти завершены. Уже скоро пешеходы смогут оценить удобство нового тротуара. Форум «Мирный» в очередной раз открыл свои двери для активной молодежи Северского района. Уже седьмой год подряд старшеклассники приезжают в поселок с самым мирным названием, чтобы окунуться в атмосферу романтики, пожить в палатках, пообщаться со сверстниками, посидеть у костра. Меня зовут Дука Ульяна, я из первого отряда. Я приехала в «Мирный» уже третий раз. Приезжаю сюда каждый раз за новыми эмоциями. Мне здесь очень нравятся разные насыщенные программы, много новых знакомств. Пожатые придумывают классные игры. И мне здесь настолько нравится, каждый раз запоминаю какие-то эмоции. Вот эти программы, что я даже позвала свою сестру с собой в лагерь в третий раз. Она в первый раз. И нам очень здесь нравится. Дмитрий Дарский, 17 лет, второй отряд, станица крепостная. Мне бы хотелось очень сказать, что в «Мирном» я чувствую себя совсем по-другому. Реально, здесь такие интересные ребята, с ними очень классно общаться. На самом деле, когда я только сюда приехал, я никого из них не знал. Может быть, ну, одного человека. Первый день, благодаря инструкторам, благодаря всяким интересным занятиям для команды образования, мы сразу с ними сдружились. И сейчас буквально от любого попросишь что-то сделать, он сразу возьмется, встанет, бросит свое дело и поможет тебе. Это первая смена в 2019 году. Она носит название «Технология лидерства». Каждый ее участник может разработать свой собственный социальный проект. А главное – воплотить его в жизнь в своем поселении. Темы работ самые разные – от организации досуга школьников до решения экологических проблем. Также в течение пяти дней дети освоят скалодром, посетят спортивные площадки, получат навыки ораторского искусства, проверят свои знания в интеллектуальных играх. Дни в мирном проходят строго по расписанию. Поэтому ребятам некогда скучать и тратить время в интернете. Надо отметить, что мобильная связь отсутствует. Поэтому молодые люди больше общаются друг с другом. Когда заезжают дети, когда вот эти рюкзаки, шуршат там тарелки со стаканчиками, это очень будоражит. И тогда ты вливаешься в работу и не замечаешь, как летят дни. Буквально недавно, я помню, как был день заезда, когда мы объясняли ребятам правила пожарной безопасности, правила техники безопасности, как ребята расписывались в журналах, как мы объясняли, как пользоваться посудой, как пользоваться в палатках, как спать и так далее. А сейчас уже третий день, и дни летят настолько быстро, что не успеешь оглянуться, как вот ребятам придется уехать. Как признаются ребята, форум позволяет им найти новых друзей, хорошо отдохнуть и набраться свежих сил перед учебным годом. Попав в мирный впервые, каждый из них мечтает вернуться сюда в следующий раз. Не забывайте, что мы оркестры, не забывайте, что ты – это я. Крылатая пехота, голубые береты. Днем рождения ВДВ считается 2 августа. В преддверии праздника десантники Северского района вновь устроят благотворительную акцию для детей с ограниченными возможностями здоровья. Каждый год 2-го числа мы будем собираться и ездить к детям в Черноморский реабилитационный центр, чтобы разделить с ними радость нашего праздника. Подарить им какие-то подарки, какие-то вкусняшки, гостинца. Ну и рассказать им о нашей истории, рассказать им о том, кто и когда был героем. Какой пример мы подаем, как служба ВДВ вообще происходит. Тем самым своим примером показать и ввести новую традицию для воздушно-десантных войск. Такую добрую, со смыслом, что не нужно распивать спиртные напитки, кричать, рвать на себе тельняшку, купаться в фонтанах. А лучше собраться вместе, коллективно, дружно, поехать в какой-то свой местный районный детский дом, реабилитационный центр. Ну там, где будут рады видеть таких ребят бравых, которые поделятся своей радостью. В прошлый раз в акции приняло участие около 20 десантников из поселков Ильского, Черноморского, Афибского и Станицы Смоленской. В этом году планируется привлечь большее количество участников из числа служивших в воздушно-десантных войсках. Хочется обратиться к вам, братья-десантники. Объединяйтесь, собирайтесь в группы, общайтесь, поддерживайте хорошие идеи, приложите максимум усилия, чтобы их реализовать. Не стесняйтесь показать хороший пример молодым подрастающим десантникам, чтобы в наши войска хотели идти, чтобы гордились тем, что служил ВДВ. Все организационные вопросы Никита Бердников взял на себя. Телефон для связи 8-918-419-59-83. В Станице Новодмитриевской подвели итоги работы местной администрации. Глава района Адам Джарим провел встречу с активом поселения. В ней приняли участие специалисты районной и поселенческой администрации, различных служб и ведомств. Глава Новодмитриевского сельского поселения Елена Шамраева. В начале встречи она отчиталась о проделанной работе за 6 месяцев 2019 года. За указанный период в поселении отгрейдированы и отсыпаны более 15 километров дорог. Приобретены и установлены две детские площадки. Положен новый тротуар к школе и детскому саду. К 155-летию Станицы Новодмитриевской закончили реконструкцию аллеи в парке. Установили новые скамейки и урны. Уложили плитку. На выделенные заискать деньги отремонтировали фасад здания Дома культуры. После отчета жители смогли задать свои вопросы главе. Участников схода интересовали проблемы здравоохранения, благоустройства, водоснабжения, дорог. На встрече затронули проблему электроснабжения. Вранили опоры полностью бежевые. Изоляторы вылетают. Никому не достучаются. Последствующий остается без изменений. То есть, как прошлый сход граждан. Я обещал, что запланировано на сентябрь месяц этого года замена опор и замена провода на изолирование от парка до кладбища по правой стороне. Жители задали вопрос, касающийся банкомата. В Новодмитриевской установлен один терминал Сбербанка. Но и он не работает. Вы же все обращались, просили, когда закончится ремонт Сбербанки. Вот ремонт закончился. Что у них там произошло с электроэнергией, я не знаю. Но у них не запускается банкомат. Но самое интересное, на той неделе мы опять обратились. Вы 24 января просили о том, чтобы еще дополнительно банкомат нам установили. Мы опять написали письмо и опять получили в очередной раз ответ на то, что не рентабельно надо ставить еще один банкомат. По результатам встречи все озвученные вопросы были поставлены на контроль. Районные поселенческие специалисты будут заниматься их решением. В селе Львовском прошел второй зональный этап районного конкурса клубных учреждений «Мы живем в гостях у лета». А мы сегодня отправимся с вами в увлекательное путешествие, которое нам подарят наши лучшие работники учреждений культуры. Команды Северского, Львовского, Михайловского домов культуры, а также Северского парка культуры и отдыха имени Пушкина провели свои лучшие игровые программы для детей и подростков. Все команды подошли творчески к созданию программ. В них было место и театрализации, и играм, и танцам. Дети с интересом выполняли задания на логику и смыкалку, участвовали в спортивных эстафетах, а также веселились со сказочными персонажами. На мероприятии каждый ребенок получил заряд бодрости и позитива. Зональные этапы конкурса проводятся в отдаленных населенных пунктах района и способствуют привлечению детей и молодежи в клубное формирование домов культуры. Девочка, мы тебя, как это сказать, не планируем? Проходи. Разве счастье можно планировать? Счастье не планирую. МЧС России предупреждает. Неосторожное обращение с огнем приводит к трагедии. Безопасность начинается с тебя. МЧС России Любители острых ощущений и красот природы собрались на севере Чехии. Здесь, в скальном заповеднике Адршпах, проходит международный фестиваль слэклайнеров. В нем участвуют более 200 человек из 40 стран. Люди, никогда не занимавшиеся слэклайном, здесь могут попробовать поучиться. Также сюда приехали и профессионалы. Новички осваивают азы слэклайна на стропах, висящих низко над землёй. Здесь же тренируются и бывалые слэклайнеры, отрабатывая сложные трюки и оттачивая мастерство ходьбы по стропе. «Это очень глубокое чувство. Я ощущаю каждую часть тела. И пока я иду, мои мысли очень сосредоточены». Хорошо подготовленные профессионалы покоряют стропы, закреплённые между скал. С такой высоты открывается удивительный вид. Хотя любоваться им слэклайнером, вероятно, некогда. «Это очень просто. Ты просто идёшь и должен сосредоточиться только на этом. Просто находишься в этом пространстве. Это прекрасное чувство». В отличие от канатоходцев, слэклайнеры ходят по стропе. Её ширина может быть полтора или два сантиметра, реже – пять. Стропоходцы удерживают равновесие без специальных приспособлений, только с помощью рук и за счёт наклонов тела. Есть несколько видов слэклайна. Хождение по стропе, натянутой высоко над землёй или водой, называется хайлайном. «Да, это было у меня комедия. Мы сидели у нас...» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова